Это новости на телеканале Губерния 33 в студии Алексей Дудин. Здравствуйте. Говорим о главных событиях к этому часу. Пугающими кадрами с передовой делятся активисты регионального отделения ОНФ. Сняты они в херсонском направлении. Там сейчас отмечают бойцы жарко и шумно. Враг не только запускает дроны и артиллерию, но и минирует дороги при помощи птичек. На одной из таких подорвался УАЗ «Патриот» наших военнослужащих. Взрыв серьезно повредил заднюю часть машины, но закончить атаку бойцам ВСУ не удалось. Система радиоэлектронной борьбы, доставленная ранее из Владимирской области, не позволила вражеским дронам приблизиться к автомобилю. Позже его эвакуировали. Вот разорвало кузов получается. Вот здесь все предельно ясно видно. И салон разлетел со стекла, двери, геометрию упогнуло, двери не закрываются. Жители Владимирской области могут помочь бойцам восстановить пострадавшие УАЗ. Необходимые запчасти, а также детали. Для него нужно передать в региональный штаб ОНФ на Большой Московской улице, дом 62Б. Нам нужен тормозной барабан в сборе, бензобак, стекла, задняя дверь, скорее всего. Ну и по мелочам в процессе ремонта будет понятно, что конкретно нужно. Продолжаем наш выпуск. В областной столице на линию выходят новые автобусы марки МАЗ, передные Владимир Пассажир Трансу. Сегодня четыре из них обслуживают маршрут 16С. Автобусы рассчитаны на 26 посадочных мест. Оплатить проезд в них можно при помощи современных валидаторов. Они установлены в трех точках в салоне. Удобство новой белорусской техники отмечают и сами водители. Автобус более мягче идет. Скорость быстрее набирает. Есть дополнительные средства, которые обеспечивают безопасность при движении. На светофоре не обязательно ручник ставить. Есть дополнительный электронный, нажал и он стоит. Кроме того, новые машины экологичные. Передвигаются они на дизельном двигателе. Внутри предусмотрены все меры безопасности для перевозки пассажиров. В том числе система видеонаблюдения. Всего компании передали 20 автобусов. Их планируют запустить на маршруты в микрорайоны Коммунар и Заклязьминский. Мы планируем новые автобусы поставить на маршрут, обслуживающий загородный парк. Это 16-й, 7-й, 54. Все будут ходить в загородный парк. За успехи в учебе школьники и выпускники Владимирской области будут получать денежные премии. Они выплачиваются победителям и призером Всероссийских Олимпиад и 100-бальникам по ЕГЭ. Соответствующий указ подписал глава региона Александр Авдеев. Речь идет о суммах от 30 до 50 тысяч рублей. Выплаты будут перечислять адресатам не позднее 31 августа ежегодно. В этом году шестеро учащихся Владимирской области отличились на Всероссийской Олимпиаде. У нас 47-100 бальников и в их числе 2-200 бальника по результатам ЕГЭ. Молодцы! Мы рассчитываем, что новая мера поддержки будет побуждать еще больше пытливых, целеустремленных и трудолюбивых ребят из нашего региона добиваться самых выдающихся результатов в учебе. К другим новостям. Крысы в подъезде и доски с гвоздями на детских площадках. Это последствия несвоевременного вывоза мусора в Перекопском городке. Управляющие компании утверждают, что работу выполняют в срок. Кто виноват в беспорядке во дворе жилого дома, разбирались мои коллеги. Владимир. Перекопский городок. В этот двор выходят окна сразу четырех домов. У каждого из них своя управляющая компания. Казалось бы, общими усилиями территория должна содержаться в чистоте. На практике же двор утопает в мусоре. Начнем с того, что на улице стоит жара, и весь запах идет в квартиры. Людям не могут ни окна открыть, ничего. Это первое. Второе – это крысы, которые бегают не только по помойке, но уже и забегают в подъезды. А в подъездах у нас и коляски, и много чего. Приятного мало. Играть на детской площадке тоже опасно. Доски с торчащими гвоздями и старая одежда стали частью ландшафта. Вот у меня дочь не может спокойно играть на площадке, потому что постоянно мусор везде раскидан. Стоять. Бегает. Дети растаскивают этот мусор. Причем дети уже взрослые. Ну вот, допустим, которые я сейчас отопнул, тут с мореза торчат. Можно наткнуться. Почему двор утопает в мусоре телекомпании, объяснили в управляющей компании «Жреб». Она отвечает за дом номер 20 по улице Перекопский городок. На их территории установлены проблемные контейнеры. Существует четыре управляющих компании, которые пользуются услугами контейнеров, расположенных на нашей придомовой территории. Для этого у нас специальный график составлен. Дежурство распределено по дням. Управляющая компания «Квартал», которая дежурила в июне, площадку не сдала. Управляющая компания «Кэтч», которая дежурит в июле. Поэтому вот такая ситуация получилась. Сейчас будем разбираться, почему. В «Квартале» объясняют. Ранее им пришлось отказаться от управления домом номер 21. Из-за этого и возникла накладка с уборкой контейнерных площадок. Но ситуацию управкомпании исправят, взяв лишний месяц дежурства. До конца месяца мы этот дом обслуживаем, соберем мусор, касаемый нас. Передадим заявление в биотехнологии, чтобы они вывезли то, что не вывезли они. Соответственно, передадим контейнерную площадку. Сегодня проблема несвоевременного вывоза мусора находится на строгом контроле городской администрации. Ее сотрудники регулярно проводят тематические рейды и даже привлекают назорные органы. Жители областного центра, которые столкнулись с похожей проблемой, всегда могут оставить обращение в городском управлении по охране окружающей среды. Владислав Ельцов, Александра Реутова, Ангелина Бортникова и Татьяна Семенова. В доме номер 20 на улице 21-го портсъезда в Лакинске проведут забор и экспертизу воды в квартирах. Собственники могут присутствовать при этой процедуре. Ранее жильцы жаловались в их ваннах и раковинах. После умывания остается желтый осадок с неприятным запахом. Якобы неоднократно направляли жалобы в управляющую компанию «Альтернатива», которая обслуживает их дом, а также местным властям. В конечном итоге жильцы обратились за помощью в нашу телекомпанию. Только после этого история получила логичное продолжение. Мы подготовили соответствующее письмо в МОП водоканала города Лакинска о том, что в соответствии с постановлением правительства 354-м 23 июля 2024 года в 11 часов состоится проверка качества коммунального услуга по водоснабжению по данному дому. Сразу три волонтера из Владимира стали победителями всероссийского конкурса «Послы Победы Ленинград». Теперь им предстоит посетить парад военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Традиционно его проводят в последнее воскресенье июля. Подробности расскажут мои коллеги. Любовь к морю, интерес к истории, патриотизм. Всеволод Уликов признается, что эти качества он перенял от прадеда, который служил в Балтийском флоте. Об этом волонтер рассказал в мини-эссе и видеовизитке для конкурса «Послы Победы Ленинград». Трогательная история в совокупности с достижениями помогли стать одним из сотни лучших волонтеров и получить заветное приглашение. Ну, конечно, эмоции были сумасшедшие. Да, я вошел в сотку, я попал, и я смогу увидеть своими глазами, вот, грубо говоря, на расстоянии вытянутой руки, как проходит самый крупный военно-морской парад не только нашей страны, наверное, и всего мира в целом. Стать частью одного из важных исторических событий и оставить такой свой небольшой след в истории нашей страны, наверное, это очень круто. Для Александры Поляковой это второе масштабное событие за три года волонтерства. В мае девушка стала послом победы на главном параде страны. Этим опытом она поделится на форуме с другими волонтерами. Мне важно оказаться на параде военно-морского флота в городе Наневе, потому что для меня это большая честь – почтить память о героях, которые сражались за честь нашей Родины. Не только опытные волонтеры вошли в сотню лучших. Елизавета Пайдиева стала активистом в сентябре. Меньше чем за год девушка участвовала в десятках акций в городе и области. Встречи с ветеранами, акции памяти, посвященные Дню Победы, вдохновили Елизавету на дальнейшую волонтерскую деятельность. Волонтеры Победы, которые принимают участие в слете в Санкт-Петербурге, будут сопровождать главный военно-морской парад в городе Наневе. Поэтому мне понравилась идея поучаствовать все-таки в этом, так как мне очень нравится город Санкт-Петербург. И в целом события, которые там происходят, меня давно интересуют. Волонтеры отправятся в Санкт-Петербург уже совсем скоро, в пятницу 26 июля. Помимо военно-морского парада, их ждут мастер-классы, образовательно-культурная программа и встреча с единомышленниками. Александра Реутова, Александра Маркина, Татьяна Семенова и Евгений Адамов. Сотрудники музея ВЛГУ этим утром передали полторы тысячи негативов и сотни документов в Госархив региона. Коллекция пополнит проект «История Владимирской области» в семейном архиве. На снимках развития нынешнего опорного вуза с момента его открытия есть даже фото первого выпускника. Удалось собрать и десяток папок с документами третьего ректора, Петра Андреева. Именно при нем была проделана большая часть работы по развитию материальной базы Владимирского госуниверситета. Современных сотрудников музея небольшая заслуга в оформлении. Мы просто хранили их последние 10-15 лет. Наши предшественники все это собирали, комплектовали, хранили бережно, все это рассортировали, атрибутировали, где нужно. Потому что каждую фотографию нужно обязательно подписать вовремя. На этом наш выпуск завершен. За развитием событий следите на сайте trc33.ru и в социальных сетях. А если у вас есть интересная информация, звоните в редакцию по телефону 32-62-33. Я с вами прощаюсь. Итоговый выпуск новостей выйдет в эфир ровно в 19.00. Не пропустите. Продолжение следует...